Она вышла, у нее шар над головой какой-то. Шар над головой, отлично. Защищаемый физический биоробот с защитным потоком и чистой энергии Абсолюта. Берем лигу в защитный скафандр на время работы с тонкими телами. И вместе с тонкой копией лиги поднимаемся в комнате диагностики. 1, 2, 3, пошел подъем. Мы здесь. Мы приветствуем лигу, интересуемся, готов ли она к диагностике. Доверить ли она нам в своей биополе на период сеанса? Доверит. Видишь этот шар? Видишь. Я даю команду на счет три силы. Моего намерения этот шар идет в клетку-тюрьму. 1, 2, 3, отключается полностью от нее. К ее голове подключен. Отключаем. Готово. От этого шара выстраиваются каналы, и я притягиваю ответственных за этот шар. 1, 2, 3. Да, будет так, а так и есть. Стоит в клетке. Это ящер. Отлично. Снимаются все маски и голограммы. Сущность предстает согласно своему эфирному коду ДНК. Изменился? Нет. Хорошо. Если ящер еще с кем-то связан, выстраивается к другим ответственным каналам. 1, 2, 3. И притягивай их всех сюда. Да, будет так, а так и есть. Ни с кем не связан. Считай цифру ящера над головой. 3, 2, 3, 3, 3, 3, 4. Ну и что ты пришел, ящер? Стал жить? Надоело тебе, да? Он показывает. Это шар над головой. Он идет наверх. От него идет наверх. Соединения какие-то энергетические. И ящер не в ней. Он в своем летательном объекте. И он смотрит. Как объяснить? Как телескоп такой, когда смотришь и приближается. Если твоя подключка находится в ее биополе, значит, и к ней подключен ящер. Ну вот с этим шаром подключен он, конечно, к ней. Значит, ты за это сегодня будешь отвечать. Где твоя пирамида находится? Высоко над ней. Хорошо. Притягивай пирамиду к нашей комнате диагностики. 1, 2, 3. Он говорит, что это челнок, не сама пирамида. Ну, значит, челнок. Будем разбираться. Как долго ты находился в ее биополе, ящер? Месяца идут. 3-4. 3-4 месяца. Хорошо. Я даю команду скэнеру. На счет 3 скэнер сканирует пространство над головой Лиги под ногами. 360 градусов вокруг нее. 2, 3. Скэнер сканирует все 7 тонких тел Лиги. Находит все. У нее большой спрунт и воронка в ногах. Больше ничего нет. Вытаскивай воронку, отправляй в клетку-тюрьму. Готово. Хорошо. От воронки выстраивается канал. К ответственному, если такого есть, он притягивается к ней. 1, 2, 3. На демона похожи. Снимаются все маски и голограммы. Сущность представляет согласно своему эфирному коду ДНК. Будешь мимикрировать сожгуб сразу в клетке. Предупреждаю. 13 герц, демон. Что ты здесь делаешь, демон? То же, что и все. Хорошо. Лиграции у нее иногда поднимаются выше моих, приходится в воронку. Как долго ты находишься в этом диапазоне? Три года нахожусь. На что ты зашел? Неуверенность. Неуравновешенность. Хорошо. Как ты воздействовал на нее? Как это проявлялось, твое воздействие? Что она делала? С слабостью, усталостью, откачивал физический ресурс. А ты в квартире не присутствуешь случайно? Нет. Хорошо. Значит, тогда у нас всего два канала. То есть воронка, демон и ящер со своим шаром. Тогда мы начнем сейчас. Воронка, демон, спрут и ящер со своим шаром. А, спрут еще, да. Так, спрут. Как долго ты находишься в этом биополе? Пять. Чего пять? Чего пять? Часов, дней, лет, месяцев, недель. Недель. Пять недель. Где ты зашел? Покажи ситуацию. Что это было? Она ее облепляет. Вот он показывает, как он ее шею, тело, все облепляет. Окутывает с вами еще пальцами. Хорошо. Это не есть ответ на мой вопрос. Первое предупреждение. Спрут. Вода. Воды где ты зашел. Что именно с воды? Покажи. Водоем. Ну и что, человек сидел возле водоема и спрут осел на голову или как? Или медитировала она? Что она делала? Мне что, каждое слово из тебя вытягивает спрут? Он показывает водоем, небольшой вода. И, значит, солнце между водой и воздухом, такой слой какой-то энергетический, в котором он находится. А откуда он там взялся? Как отражение лучей. И он в нем. Понятно. Что она делала? Она просто отдыхала или она медитировала, выходила в астрал и там ты ее споймал? Где это было? Покажи. Ну, похоже, как это не река, а что-то больше. Такая вода спокойная. Ну, озеро, может быть. Это не имеет роли. Он ее где застал? Она просто отдыхала или она медитировала? Он ее в купальнике, вот как показывает, купальник закрытый. Она стоит в воде. И вот это преломление лучей, где он подцепляется. Рефлекция воды. Да, и воздух. Я сейчас увидел. Хорошо. Хорошо. И я даю команду тонкой копии Лиги, спрайцера, все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, а также к воронке и этому шару, ящерам и ответственным за чужеродные негативные патогены низкой вибрационной энергии в ее биополе. Каналы выстроились. Сущности, каждый подходит к своему каналу. Я даю команду тонкой копии произвести отчуждение все чужеродные патогены низкой вибрационной энергии. Откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. пошла энергия по каналам, чужеродная по отношению к лиге. Энергия страха, энергия неуверенности, энергия всех болезней. Все, что она могла получить от них, возвращается к ним. Усилий потоки в 50 раз. Что возвращается к этому шару, Вера? К ящеру? Шару черную возвращает. Поль. Поль. Интересно, ящер, если этот шар тебе установлен в голову или над твоей головой и дам команду на 90% оттока энергии, как ты думаешь, у меня получится? Нет, там нет волны его, частот его нет. Да, я по-новому запрограммирую. И этот шар будет забирать все в себя. Прямо на месте. Прямо в клетке тюрьмы. Он говорит, а ты умный. Эщер, ты не представляешь, насколько ты в опасную ситуацию сейчас попал. Поэтому у тебя 328 уровень всего. Реверс закончился. Отлично устанавливали фильтры зала, то есть сеточки на все каналы. И в порядке реверса. Лига забирает все чистые, светлые, божественные энергии обратно. Пошли энергии божественные и чистые. Один, два, три. Все, что у нее похитили, все, что изъяли до последней капли, возвращает Лига себе обратно. А она, хозяйка своей энергии, возвращает все свое себе обратно. Усилию потоки в сто раз. А вот этот спрут, он сейчас показывает, то есть по каналу возвращается информация, картинки такие светлые идут назад, она дышит, ему это нравится, то есть он как насыщается энергиями. Это когда он над головой сидит. А как человеку заниматься упражнениями, чтобы не получить подключку с прута? Он не был над головой. Он почему-то сидит у нее по телу, то есть он держит ее за шею, вот как этими щупальцами он ее окутывал за шею, за тело. И он как-то как сзади к спине прикреплен сам. Как рюкзак, вижу. Хорошо. Да, и он большой. Три рюкзака. Три рюкзака, понятно. Ему нравилось вот это дыхание, когда она делала. А тебе нравится встреча со мной еще раз? Это ему не нравится, поэтому он рассказывает, показывает, что ты его отпустил быстрее. Я тебя отпущу тогда, когда я посчитаю нужным. Выходи из прут, вытаскивай все, что ты оставил, отключайся полностью, возвращайся назад, отсасывай всю свою жидкость, докладывай мне о готовности к проверке. Проверка будет проходить несколько миллионов герц. Если кто-то что-то забудет, хоть микрон, он сгорит просто в клетке тюрьмы. Я предупреждаю. Такое бывало уже неоднократно. Ну, вообще, у нее легкость должна быть после того, как он убирает все. Убирает он свои вот эти слизь какую-то, присоски. Всего пять недель. Готово. Хорошо, демон, выходи. Вытаскивай все, что ты оставил в ее биополе. Отключайся полностью. Лярвы есть в биополе у Лиги? Есть. Где? Где лярвы находятся? Низ живота. Низ живота, хорошо. Все. А откуда там внизу живота? От тебя? Или кто-то там был другой до тебя? Она такая, не черная, серая. Ну, это не старая лярва. Хорошо, откуда она взялась-то? Физическое что-то. Демон, хочешь меня попросить эту лярву забрать? Хоть что-то отдай. Сначала сними все, что я оставил. Доложи мне на месте, что ты все убрал. Потом пойдем дальше. Хорошо, разрешайте забрать эту лярву. Ничего не забывай, приступай. Готово. Я даю команду скэннеру. Команду на контрольную проверку. Один, два, три. Пошла контрольная проверка. Она чистая. Ты знаешь, вокруг нее какие-то энергии есть. Атмосфера, в которой она живет. Какие-то такие плотные энергии. Что это за энергии такие? Они еще присутствуют в ее биополе? Вокруг. Хорошо, я даю команду. Все эти энергии вокруг ее биополя собираются, формируются шар перед ней. Один, два, три. Полностью до последнего микрона выходят. Ведь они присутствуют в биополях, в тонких телах. И формируются в шар. Шар готов. Отправляю его в клетку-тюрьму. Выстраиваю от этого шара канал к ответственному, если таково есть. Один, два, три. И притягиваю в клетку-тюрьму. Никто не притягивается. Это энергия места, где она живет. Там какие-то энергии есть. Хорошо, я обращаю внимание, Лига. Вам надо чистить квартиру. Судя по всему, вы цепляете еще и в квартире у себя что-то. Эти энергии находятся у вас в доме. Но это именно энергии дома или жителей этого дома? Это не интерференты. Я понимаю, это чужие энергии. Да. Это могут быть чужие энергии. Для этого надо их убирать из квартиры, из жилья. Хорошо, под этим шаром открывается портал в галактическое ядро. Один, два, три. Он уходит на переработку. Закрывай, печатай, растворяй. Готово. Хорошо, демон. Буду тебя отпускать. Больше не приходи в это биополе. Все понятно? Да, он ждет. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте демона. Один, два, три. И демон со своей воронкой уходит на свою частоту. Один, два, три. Закрывай, печатай, растворяйся в огненную пентаграмму. Есть. Хорошо. Спрут, ты больше никогда не войдешь в ее биополю. Открывается наверху портал на частоте спрута. Один, два, три. Спрут забирает все, что он с собой принес, уходит на свою частоту. Закрываем, опечатаем, растворяем. Готово. Хорошо. Так, я прошу Ли выйти со мной на связь. Слушаю. Как рад тебя слышать еще раз, Ли. Посмотри, пожалуйста, 328-й ящер. Я еще челнок подтянул к нам его, к нашей комнате диагностики. Установил шар над головой, забирал все к себе наверх туда. Заберем его и под ключку тоже шар. Хорошо. В шаре будет информация, к кому он еще подключался. Конечно. Ящер ругается. Ящер, хочешь, тебе дырку сейчас сделаю? Нет, они его забирают, он врачей-то развелось. Разных помощников. Это еще начало. Все впереди, ящер. И забрали. Отлично. Хорошо, клетка у нас пустая. Посмотри, пожалуйста, ничего не осталось. Пустая. Поехали по частотам. Готово. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наилучшим образом. Один, два, три. Хорошо. Мы закончили чистку. Лига, как вы себя чувствуете? Мне очень понравилось. Я пока не определилась с энергиями, не прочувствовала их до конца. Но я их вижу. И мне очень интересно, кто я. А при идентификации души ничего не показалось, Вера? Были какие-то энергии знакомые? Если вы захотите узнать, кто вы, вы можете пригласить своего куратора, который у вас есть, и задать ему 10 своих вопросов. Вы сразу узнаете и о том, откуда вы, кто вы, и какие остальные вопросы. Она видит свою энергию сама. У нее этот свет вернулся к ней. От нее идет свечение такое. Она все видит это. Хорошо. Рассматривает себя. Отлично, Лига. Будем тогда возвращать вас назад в ваш биоробот. Учтите одну вещь, у вас дом или квартира не очищенная. И там, возможно, есть порталы и сущности. Эти сущности не позволят вам слишком долго быть чистой в вашем биополе. Если вы не будете регулярно сбрасывать свои энергии, заправлять себя, сбрасывать негативные энергии и вибрации, выдавливать из себя, как мы делали в этом сеансе, не будете заправлять себя 305% и 26 Гц. Это все часть одного процесса. Поэтому примите это к сведению. И на этом месте желаем вам всего наилучшего. Будем возвращать вас назад. И для усвоения энергии и вибрации возвращаем тонкую копию Лиги в систему биоробот-душа. Заводим. Подключаем ее к каждому органу, каждой клеточке, каждой извинке головного мозга. Проходит полная синхронизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Она говорит, что все, что ты сказал, это очень интересно. И она обратит на это внимание. Хорошо. Как и на белой энергии в доме, который находится от других жителей. Готово. И отключайся от объекта и поднимайся в свою комнату диагностики. Пошел прием. КОНЕЦ КОНЕЦ